МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите информационную программу объектив в студии Анна Крамова. Сегодня выпуски. Свердловская область достойно презентована в Министерстве иностранных дел России. Губернатор Евгений Куйвышев доложил о текущем экономическом и социальном положении региона. В Новоуральске названы травмоопасные профессии, заседания комиссии по социально-трудовым отношениям. Урал – зона рискованного земледелия, но наших аграриев ничем не испугаешь, а посевной в агрофирме «Уральская». Юные музыканты из Новоуральска приняли участие в концерте знаменитого скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Клещевой сезон в разгаре, статистика в разы выше прошлых лет. Берегите себя. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев накануне презентовал «Средний Урал» в Министерстве иностранных дел России, сообщая Департамент информационной политики губернатора. В МИДе собрались представители около 90 иностранных государств, федеральных органов власти, российского и зарубежного бизнеса. Такая презентация на площадке Министерства прошла впервые. Евгений Куйвышев рассказал о текущем экономическом и социальном положении региона, перспективных инвестпроектах. Губернатор сообщил, что по количеству дипмиссий Екатеринбург занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Сама же область развивает внешнеэкономические связи более чем со 140 странами мира. Евгений Куйвышев пригласил участников презентации посетить выставку «Иннопром-2014» в июле. В администрации города прошло заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. В частности, были рассмотрены такие вопросы, как заключение на предприятиях трудовых договоров, а также названы наиболее травмоопасные профессии. Наиболее травмоопасными профессиями в 2012-2013 годах признаны такие, как воспитатель, артист балета, кондуктор, кухонный работник, дворник, подсобный рабочий, слесарь, заведующий художественной мастерской. Казалось бы, в этих профессиях опасность почти исключена, но подводит здоровье. Обморочное состояние – падение. Получается так, что на сегодняшний день наши все перемогания, вот когда мы все ходим на работу, превозмогая себя, более того, и коллеги рядом точно так же совершают героические поступки, в итоге получаются вот такие подобные ситуации. Очень бы хотелось, чтобы этого было поменьше. На собрании от председателя территориальной организации профсоюза Новоуральска Светланы Тюменцевой поступило предложение о формировании специальной комиссии для того, чтобы обратить внимание руководителей многих предприятий округа на необходимость создания профсоюзов. Как правило, они отсутствуют в сфере торговли в сетевых компаниях. По определению профсоюз – добровольное общественное объединение, но иногда для работников он становится гарантом соблюдения их прав. Михаил Козлов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. К сельскохозяйственным темам. Впереди выходные, и многие проведут их на садовых участках, ведь огородные работы в разгаре. Полным ходом идет на Урале и посевная в угодьях агрофирм. И хотя наш регион называют зоной рискованного земледелия, аграрии убеждают – урожай будет хорошим. В поля агрофирмы «Уральская» выехала съемочная группа Новоуральской вещательной компании. Из села Тарасково и деревни Починок Мария Антонова. Сельскохозяйственные угодья агрофирмы «Уральская» найдешь не сразу. Они скрыты от глаз в лесных массивах близ села Тарасково и деревни Починок. Главный агроном Антон Шмаков с гордостью показал нам угодья. Посевная в этом году началась. Агрофирма «Уральская» началась пораньше на несколько дней, чем в прошлом году. Мы приступили к посеву однолетних трав 10 мая. 10-11 мая мы посеяли морковь на 100%, это 10 гектар посеяно. На сегодняшний день посеяно у нас однолетних трав 550 гектар, это 45% от плана. Посажена капуста 80% от плана, это 16 гектар. И картофель, ну, практически сегодня вечером закончим, планируем закончить посадку картофеля. Это 185 гектар. Структура площадей в Агрофирме «Уральская» – это однолетние травы 1211 гектар, это картофель 185 гектар, овощи, капуста 35 гектар. На Урале в зоне рискованного земледелия, или, как у нас шутят, в зоне непредсказуемого земледелия, каждая мелочь может сказаться на будущем урожае. Полностью согласен, что это зона рискованного земледелия. Мы не ожидаем от погоды. Каждый год погода разная. И вот в этом году даже у нас был нюанс, что и капусту маленько прихватило заморозкими небольшими. То есть погода нам доставляет сюрпризов. Вот в данный момент май очень сухой. Мы успели задержать влагу, благодаря этому у нас влага в почве сохраняется, но ее недостаточно. Необходимы дожди. А задержать влагу – это агротехнический прием, это раннее весеннее оборонование. Мы его провели в оптимальные сроки. Но если дождей не будет, то не стоит рассчитывать на очень большой урожай. Кстати, в наших краях, где каждый второй сам себе агроном, на собственном дачном участке модно ориентироваться на лунный календарь. Мы учитываем только физическую и биологическую спелость почвы и температуру окружающей среды. Начинаем посадку картофеля только при биологической спелости почвы. Это температура почвы больше, чем плюс 8 градусов. А посев зерновых культур, это вот на однолетние травы, у нас ячмень, овес, горох. Мы начинаем при физической спелости почвы. Скорость и качество посевных работ во многом зависят и от технической оснащенности хозяйства. Тракторист-машинист Алексей Кардашин с гордостью показал нам возможности своей современной пневмосеялки. Комфортнее, конечно, как в легковой машине здесь ездишь, а там как в тракторе. Шумно, пыльно, жарко, а здесь прохладно, не пыльно, не жарко. Обзорность лучше, шумоизоляция тихо, все нормально, короче. Сиденье удобное, там, ну, все удобство, короче, работа типа, да, работа такая. Технология выращивания рассады в Игросте-Нуральске наиболее современная, это через кассетная технология. У нас очень много сортов капусты. Составлен конвейер для получения от ранней капусты до капусты на хранение. Начинаем капусту убирать во второй половине июля. У нас больше 15 сортов капусты. По видам капусты мы выращиваем наряду с белокочанной, мы выращиваем краснокочанную, савойскую, пекинскую, цветную, кальраби. Для получения хороших урожаев капусты необходимо не только в оптимальные сроки высадить капусту в поле, полить ее, провести прополку, но необходимо вырастить качественную рассаду. Этим занимается в Агроферме Райский тепличный комбинат. Позади меня ячменное поле. Здесь выращивают до молочно-восковой спелости один из самых лучших кормов для крупно-рогатого скота, то есть для коров. В Агроферме большое поголовье дойных коров, более тысячи. Свежее молоко сдают на Новоуральский молочный завод. Затем молочная продукция оказывается на наших столах. Побывав на полях, увидев собственными глазами молодые всходы и как с раннего утра до поздней ночи работают на полях, как они сами со смущенную улыбкой себя называют крестьяне, проникаешься невольным уважением не только к их труду, но и к самой матери-земле. Не зря со времен неолита землю почитали, обожествляли и поклонялись. Наши предки представляли ее в образе женщины, ожидающей рождения ребенка. Земля и вправду дает жизнь всему сущему. Мария Антонова, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. Хорошая новость для тех, кто собирается провести выходные на природе. С сегодняшнего дня на территории Новоуральского городского округа постановлением администрации отменен особый противопожарный режим. Напомним, он действовал с 13 мая. В частности, запрещалось разводить костры, топить бани, сжигать в садах мусор, выезжать в лесопарковые зоны на автомобилях. Но все же на природе нужно помнить, что огонь может привести к печальным последствиям. Не стоит забывать в лесу и о другой опасности – клещах. В этом сезоне они особенно активны, и количество пострадавших уже в разы выше, чем в прошлые годы. За эту неделю от клещей пострадали 186 новоуральцев. Всего же с начала теплого периода, то есть за полтора месяца, в Новоуральске зарегистрировано 537 пострадавших от укусов клещей. Это много. Для сравнения, в прошлом году от клещей за 4 месяца пострадали 600 новоуральцев. Будьте осторожны, используйте защитные спреи и аэрозоли, надевайте в лес прилегающую одежду. К другим темам. Послезавтра наступит лето. 1 июня в День защиты детей по традиции Центральный парк культуры и отдыха приглашают новоуральцев на праздник. С 12 и до 16 часов в ЦПКИО пройдет концерт юных артистов Новоуральска, гала-концерт городского смотра творчества. Выступят и приезжие коллективы из Нижнего Тагила, детско-юношеский альянс «Дюма», а также шоу-группы Джерри и Гулли Веры. Вчера в преддверии Дня защиты детей в прямом эфире новоуральской вещательной компании обсуждалась тема занятости детей в летний период. Кто-то любит заниматься спортом, кто-то петь, а кто-то рисовать. Главное, чтобы ребенок с детства был увлечен и проводил время с пользой, в том числе и для души. Это задача взрослых. Больших и маленьких горожан приобщают к прекрасному не только в музыкальной или художественной школах, но и в новоуральской студии с говорящим названием «Акварель». В гостях у ее руководителя и воспитанников побывала наша съемочная группа. Впечатлениями поделится Илья Борисов. Прогуливаясь по улице Первомайской, мимо дома 88, можно заметить небольшую лесенку. Если поднимешься по ней и зайдешь в самую обычную белую дверь, попадешь в волшебный мир искусства. Именно там, в переделанной трехкомнатной квартире, расположена школа-студия «Акварель». Ее основатель, директор и один из педагогов – Татьяна Колесникова. Женщина с добрыми глазами и огромным сердцем. В школе-студии «Акварель» занимаются ребята самых разных возрастов. Есть развивающие группы 4-5 и 8-9 летнего возраста и курс для детей постарше, рассчитанный на 4 года. Ученикам этой программы преподаются академические основы рисунка, живописи, колористики и композиции. Педагоги не забывают и об истории искусств. Летом в программе обязательно будет «Пленэр». Посещает занятия не только юное поколение. Есть еще группа взрослых людей, которые приходят сюда за мечтой, за своей, видимо. Потому что это пенсионеры, это работающие женщины. Мы занимаемся батиком, рисунком, живописью. Любят очень калаш из кожи. Помимо прочего, ребята активно участвуют в культурной жизни города. Так, в апреле состоялась городская выставка-конкурс рисунка «Любимый Новоуральск». Конкурс проводился в рамках большого смотра творчества Новоуральского городского округа и был посвящен юбилеям города и комбината. 32 воспитанника студии заявили свои работы. Половина участников стала лауреатами и дипломантами конкурса. В середине июня работы учениц Татьяны Ивановны будут представлены на международном смотре в Болгарии. Здесь родителям очень важный результат. И мне безумно интересно каждую работу доводить до какой-то выставочного оформления, до завершения ее, вплоть до рамочки, вплоть до какой-то натяжечки куда-то, до подачи, чтобы она не выбросилась, чтобы она была украшением квартиры, офиса, выставки. Ребенок очень хотел рисовать дома. Мама, талантов таких нет. Вот узнали, при этом студии пришли и очень-очень рады этому. Я пока учусь рисовать, но всякие подделки делаю или из бумаги, или из пластинина, если буду. Я никогда не пожалела, что я сюда пришла с ребенком. Очень нравится, замечательно все. Выше похвалы. Не знаю даже, как выразить все, что мне. Просто я в восторге от всего этого. В студии царит теплая атмосфера. Ребята могут перекусить на небольшой уютной кухне. Кабинет директора обставлен так же аккуратно, по-домашнему. На стене висят фотографии родственников, друзей. За спиной Татьяны Ивановны необычный элемент декора, гитара, превращенная в полочку. На вопрос о происхождении хозяйка смеется и рассказывает небольшую историю. Вообще так сложилась судьба, что я с музыкальными инструментами соприкоснулась в школе искусств. Мой замечательный друг Пожидаева Тамарсана, когда была там директором, открыла мне кладовую того, что она не смогла однажды пустить под трактор. Это сломанные музыкальные инструменты. И я начала с ними работать. Были скрипки, были балалайки, гармонь. Вот здесь дипломы, это дипломы первое и второе место на международном конкурсе в Берлине. Это все эти музыкальные инструменты, которые я декорировала кожей. Гитара – это дело рук, простите, моего мужа. Он не смог равнодушно смотреть на то, что делаю я, и вот выдал такую полочку декоративную. Я здесь родилась, и я приехала сюда после училища. Я готова быть здесь, я готова служить этому городу, я готова украшать каждый его день. Я с этим встаю утром, я с этим ложусь вечером. И я не сомневаюсь в том, что я сделала правильный выбор. Я люблю этот город. Илья Борисов, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. В продолжении темы искусства, но теперь уже не о художниках, а о музыкантах. 26 мая ансамбль «Лошкарей. Русское чудо» из детской школы искусств Новоуральска выступил на открытии 11-го международного фестиваля «Москва встречает друзей», посвященного 20-летию Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Году культуры России. Ребята уже вернулись в Новоуральск. С ними встретился наш корреспондент Антон Сапогов. Поездка наших юных талантов на международный фестиваль стала для музыкальной школы центральным событием года. Ей предшествовал строгий конкурсный отбор. К нам приезжали представители фонда Спивакова, записали выступления ребят на видео и увезли в Москву. В итоге наш ансамбль «Лошкарей. Русское чудо» стал единственным творческим коллективом, представлявшим на концерте открытия фестиваля весь Уральский регион. Все ребята занимаются игрой на классических музыкальных инструментах. Гитара, баян, скрипка, фортепиано – это их основная творческая специализация. Кроме того, многие из участников ансамбля несли на себе ношу хорового пения, но как только представилась возможность, перешли в ансамбль «Лошкарей». Мне поставили выбор хора или ансамбля, играть на ложках. Я выбрал ложки, так как не очень люблю петь. Мне понравилось, я решил продолжить. Я пошел в ансамбль по желанию, потому что тоже не любил петь в хоре. Я увидел, как в нашей школе выступал коллектив ложкарей и захотел тоже попробовать научиться так же играть. Вот когда я пошел на ложки, я все еще продолжал ходить на хор два года. Потом узнал, что можно не ходить и бросил хор. Специально для этого выступления ребятам сшили яркие расписные костюмы. С финансами в этом помог спонсор – Уральский электрохимический комбинат. В Москве наших музыкантов радушно приняли, поселили в одной из лучших гостиниц, организовали для них экскурсии по самым знаменитым музеям и концертным залам страны. Но главное – сам фестиваль, на котором выступали лучшие молодые таланты из всех уголков России и зарубежных стран. Можно не сомневаться, что выступление на фестивале Спивакова оставит в душе ребят поистине неизгладимое впечатление. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. 31 мая свое 85-летие отметит известный в городе человек Георгий Михайлович Абулян, посвятивший свою жизнь патриотическому воспитанию молодежи, создатель музея, посвященного Уральскому добровольческому танковому корпусу, режиссер и основатель любительского театра «Сонет». В понедельник после программы «Объектив» смотрите тематическую передачу, посвященную Георгию Михайловичу Абуляну. Сегодня в Екатеринбурге состоялось подведение итогов 10-го юбилейного областного конкурса «Камертон», организованного Законодательным собранием Свердловской области. В этом году конкурс был посвящен Году культуры России. В «Камертоне» участвовал и Новоуральск. Цикл тематических передач представила Новоуральская вещательная компания, а театр «Куколсказ» – свои спектакли. О результатах мы расскажем вам в понедельник в программе «Объектив». И в завершении выпуска о погоде на завтра 31 мая. Переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до плюс 7, днем поднимется до плюс 21 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление – 733 мм ртутного столба. Это были городские новости. Приятных вам выходных. До свидания.